На календаре среда, 17 декабря, информационная служба канала РТВ продолжает свою работу с международными новостями. К этому часу вас ознакомлю я, Сергей Кения. Здравствуйте. Сейчас в мире. Совбез ООН осудил кровавый теракт в Пакистане и потребовал привлечь к ответственности виновных в трагедии. Накануне талибы совершили атаку на военное училище в городе Пешаваре, в результате чего погибли более 140 человек, подавляющее большинство из них дети. Совет безопасности в этой связи пригрозил санкциям и лицам и организациям, поддерживающим группировку Техрик и Талибан Пакистан. Именно она взяла на себя ответственность за теракт. Талибы заявили, что хотели таким образом отомстить военным за операции против их семей. Отмечу, что после атаки премьер-министр Пакистана Навас Шариф снял мораторий на смертную казнь. Власти Ирана 14 лет назад требовали от Австралии экстрадиции Манна Харона Маниса. В минувший понедельник этот человек захватил заложников в кафе Сиднея и удерживал их в течение 16 часов. В ходе спецоперации сил безопасности погиб сам террорист и двое заложников. Как заявляют в Тегеране, долгие годы Манис находился в розыске за мошенничество на территории Ирана. Впрочем, на запрос иранских властей о выдаче преступника Канбера ответила отказом. В самой Австралии Манис также был фигурантом целого ряда уголовных дел. В Москве спустя 12 лет после захвата театрального центра на Дубровке арестован новый фигурант дела Хасан Закаев. Как сообщают российские СМИ, решение об аресте вступило в силу еще в середине ноября, в связи с чем Следственный комитет России возобновил расследование теракта. По некоторым данным, Закаев отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и поясов смертника. Сам 41-летний уроженец Чечни свою вину признавать отказывается. В настоящее время под стражей находится ранее объявленный международный розыск Хасан Закаев. Он был задержан при попытке въехать в Крым с территории Украины, предъявив поддельные документы. По версии следствия, Закаев входил в организованное преступное сообщество, которое возглавлял Шамиль Басаев и оказывал пособничество в подготовке теракта и захвате заложников в театральном центре. Театральный центр на Дубровке был захвачен террористами 22 октября 2002 года во время мюзикла «Норд-Ост». В заложниках оказались более 900 человек в ходе штурма здания, все боевики были убиты, погибли также 130 заложников, в основном от действия нервно-паралитического газа, использованного спецназом. Задействование еще одного спецназа, на этот раз политического, потребовалось, чтобы вывести из тупика украинский кризис. Президент Франции и канцлер Германии призвали Москву и Киев без траты времени возобновить переговоры по мирному урегулированию ситуации на территории Донбасса. Франсуа Ланта, Ангела Меркель, Владимир Путин и Петр Порошенко в ходе телефонного разговора обсудили текущее положение дела и договорились о продолжении дистанционных консультаций в нормандском формате. В качестве основных приоритетов стороны обозначили обмен пленными и отвод вооружений от линии соприкосновения. Сумеет ли Европа помирить Россию с Украиной, разбирался мой коллега Владимир Унанец. Как можно скорее возобновить переговоры в Минске и договориться о действенном прекращении огня, полном обмене пленами и улучшении гуманитарной ситуации на территориях, находящихся под контролем донбасских сепаратистов. Это главный посыл четырехсторонней телефонной беседы глав России, Украины, Франции и Германии. К нему присоединилась и глава европейской дипломатии Федерико Маггерини. Европейский союз делает все от него зависящее, чтобы убедиться, что минские соглашения осуществляются в полном объеме. Сейчас украинцам нужно держаться вместе, сосредоточиться на текущей повестке дня и скоро можно будет смотреть в будущее с обоснованной надеждой. Надежду на светлое будущее выразил и госсекретарь США Джон Керри не исключил, что санкции против России могут быть сняты в течение нескольких недель или даже дней, если Владимир Путин выполнит взятые на себя обязательства и предпримет активные шаги по урегулированию ситуации на Украине. При этом заявление главы американской дипломатии явно диссонирует сообщением пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста о том, что президент США Барак Обама до конца текущей недели подпишет принятый Конгрессом закон о новых санкциях в отношении России и о предоставлении помощи Украине. А пресс-секретарь Госдепартамента Джемп Саки на брифинге в Вашингтоне и вовсе пояснила, что в позициях Госдепа и администрации Обамы расхождений нет. У России есть выбор, есть конкретные шаги по реализации минских протоколов, которые она может сделать. Это в ее власти. И если Россия сделает эти шаги, это, очевидно, повлияет на наши дальнейшие действия. Впрочем, в самой России предлагают свой вариант. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин призвал страны Европы избавить континент от позорного внешнего влияния США и Канады. По словам Нарышкина, североамериканцы грубо и напористо, лоббируя свои интересы, разоряют и ослабляют Европу. А что касается России, то она переживет любую санкционную войну. Это уже позиция главы МИД Сергея Лаврова. Конечно, они приносят вред. Мы не испытываем никакого удовольствия от санкций. Но я могу заверить вас, что Россия не только выживет, но и выйдет из этого кризиса более сильной. А вот Украине действительно грозит экономический кризис. И это, похоже, прекрасно понимают в Киеве. Украинские власти надеются получить крупную европейскую помощь под реализацию реформ. Брюссель не против, но требует конкретной программы действий и первых результатов. Вопросы реформы финансовой помощи стали одним из основных во время заседания Совета Ассоциации Украины ЕС. Вместе с тем, конкретной программы действий, которая бы удовлетворила европейских инвесторов, у украинского правительства пока нет. По словам премьера Арсения Яценюка, готовить ее будут к запланированной на начало следующего года конференции доноров. Однако такой сценарий не очень позитивно воспринимают в Еврокомиссии. И прежде чем обещать новую финансовую помощь, хотят увидеть какие-то конкретные действия со стороны Киева. Президент США Барак Обама утвердил проект бюджета в размере 1 триллиона и 100 миллиардов долларов. Ранее законопроект объемом в 1603 странице, в котором содержатся и пункты о предоставлении помощи Украине, прошел утверждение в Палате представителей и Сенате США. Демократам и республиканцам удалось преодолеть разногласия и одобрить документ в установленные сроки. Благодаря этому работа правительственных учреждений не была приостановлена. В прошлом году Конгрессу не удалось своевременно принять бюджет, что привело к двухнедельному перерыву в работе федерального правительства. США тогда оказались на грани технического дефолта. На этом пока все. О развитии событий в следующем выпуске я не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok